Компактные Kilo 300 в люминишном корпусе с необычным расположением светодиода. Все это Sinman M71, которая умеет подключаться тремя способами. Bluetooth, радиоканал и кабель. Коробка самая типичная, клавиатурная. На ней особо ничего крайне полезного нет, разве что модель и конкретный артикул. На этом собственно все. Поэтому сразу перехожу к содержимому и первым встречает, естественно, крышка-пыльник. Кабель самый обычный, длиной 1,5 метра, с разъемами AC. Подобный можно встретить у многих клавиатур, точно так же, как и инструмент для снятия колпачков и извлечения переключателей. В наборе есть дополнительные колпачки, которые помогут слегка изменить внешний вид, то есть инвертировать цвета конкретных клавиш. Толщина стенки 1,3 мм. Это PBT двойное литье. Качеству изготовления претензий никаких нет. Все ровно, аккуратно, заусенцы обработаны, перчатки не цепляются. Нормальные колпачки. Руководство большое, но есть вставка с английским языком, где из полезного в основном только комбинации клавиш, которые за то или иное действие отвечают. Поэтому советую хотя бы просто взглянуть. Клавиатура, во-первых, небольшая, с алюминиевым корпусом. Вес этой малютки без малого 1300 грамм, то есть где-то 1288. То есть некоторые полноразмерные клавиатуры весят меньше, чем эта коротышка. Сразу можно обратить внимание, что есть гравировка кириллицы. Она выполнена очень даже неплохо. Да, серый цвет, но буквы ровные и нормального размера. Это очень радует. Корпус никак не окрашен и это не портит клавиатуру. Наоборот, это как-то ее выделяет, потому что очень часто его окрашивают в цвет колпачков и клавиатура сливается. Здесь это как элемент дизайна. Сзади есть привычные переключатели режимов, порт зарядки и подключения, а также спрятан приемопередатчик. На торцах есть две области, два световода, где есть подсветка. Привычный профиль IEM. Он очень распространен, так же как и черри. Привыкать к нему, скорее всего, даже не придется. Все стандартно, все привычно, все обыденно. Иногда можно встретить, что какой-нибудь XDA профиль не всем подходит, потому что попадают не на те клавиши. На дне все привычно, есть силиконовые ножки и винты, но нет наклейки. На мой взгляд, даже плюс, то есть дно выглядит прям монолитным, аккуратным. Кроме того, как у большинства клавиатур с алюминиевым корпусом, у нее нет у клавиатуры выдвижных ножек. То есть угол наклона всего один, тот, который задается корпусом. Это всегда стоит учитывать при выборе клавиатуры в металле. Колпачки, как уже говорилось, это ПБТ с двойным литьем. Толщина стенки примерно 1,3 мм. Кое-где по колпачку видно, что по краям где-то есть наплывы, но это просто, скорее всего, от формы. Визуально никаких проблем нет с внешней стороны. И тактильно тоже никаких проблем нет. Перчатки практически не цепляются за места литья. Все это относится ко всем клавишам. То есть толщина стенки у всех клавиш примерно 1,3 мм. Где-то можно штангенциркулем намерить 1,4 мм. Но возьмем крайнюю меньшую степень, что меньше уже не намеришь никак. Гравировка и шрифт нанесены, на мой взгляд, очень даже хорошо. Клавиша контекстного меню слегка отличается на полтона в цвете. Мне кажется, эта клавиша попала как будто из другого набора, потому что очень часто ее просто нет на клавиатурах. Ее просто выбрасывают. Возможно, это не баг, а фича. Стабилизаторы установлены в пластину позиционирования, в которых видны так называемые флекскаты, то есть надрезы. Они обильно смазаны и дребезг можно поймать только при определенных постукиваниях по пробелам. В основном работают хорошо. Переключатели от Emo White Jade также смазаны. И это точно такие же переключатели, как были недавно у Sinman X98 Pro. Все смазано, звона нет, даже если переключатель вытащить и пощелкать в руках, то есть с этим проблем никаких нет. Он спроектирован под южный светодиод, то есть у него заведомо правильно нанесена надпись, то есть никаких проблем нет. Потому что часто можно увидеть, что в клавиатуре переключатели перевернутые. Сокет тоже стандартный, соответственно светодиод южный, но он скрыт. И скрыт он под шумоизоляцию, я дальше покажу. Как любая уважающая себя клавиатура, она может прогибаться, так как построена на прокладках. Они же просто гасят стуки и вибрации во время печати. Далее предлагаю послушать, как эта клавиатура звучит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... в клавиатуре есть подсветка естественно так как колпачки из пбт и двойное литье используются то она исключительно декоративная то есть легенда не подсвечивается а только лишь зонная засветка кроме того по бокам есть два световода которые были упомянуты ранее и они тоже добавляют какой-то изюминки очень хорошо видно что несмотря на то что светодиод находится под шумоизоляцией он вполне справляется с подсветкой по у клавиатуры типичная его можно увидеть у десятка других клавиатур умеет ровно одно и то же и и для подсветки добавлена фишка цветомузыки которая часто стали выносить в отдельную категорию чего-то сверхъестественного в этом по нет она типичная его вот десятки и сотни поэтому она работает и есть уже хорошо в итоге остается очень компактная увесистая клавиатура которая очень неплохо звучит на мой взгляд имеет кириллицу что непременно многих порадует у нее нет цифрового блока так как многие жаловались на то что в x98 pro он есть а он им не нужен то есть вот выбор у нее алюминиевый корпус который многие считают это венцом творения есть беспроводные режимы есть запоминание настроек самой клавиатуре есть настройка клавиатуры по свистку то есть нормальная рабочая компактная клавиатурка которая не звенит не шуршит и нормально работает на этом я завершаю свой обзор всем спасибо всем пока